Итак, начинаем. Мы начинаем с доклада группы ДОМ. Группа ДОМ. Где вы? Группа ДОМ. Доклад будет? Не нашли докладчика? Снимается доклад? Не готовы. Группа «Технологическое лидерство». Коллеги, я обращаю ваше внимание на режим нашей работы. Во-первых, мы будем задавать вопросы в микрофон. Только в микрофон. С утра об этом говорилось, чтобы все слышали и видели, и все это записывалось. Во-вторых, вопросы я прошу вас научиться задавать только одного типа. Вопросы на понимание. То есть если что-то человек в докладе говорил, а вы хотите уточнить, вот это он говорил или это он, что он имел в виду, можно задать вопрос. Есть такая форма, такая стандартная, может быть, как-то разнообразить. Можно, но суть ее сводится все равно к этому. Правильно ли я вас понял, что вы утверждаете вот что? Если таким образом вопрос задается, тогда ответ может быть односложным. Да? Нет? Да? Нет? Да? Если вы задаете вопрос на развитие содержания, а почему вы так решили? Соответственно, последует еще получасовой до доклад этого доклада, который нас унесет неизвестно куда. Тут уж, извините, и качество, конечно, доклада, и качество нашего понимания, это усилия с двух сторон должны быть как-то настроены так, чтобы мы экономили это время. Если таких вопросов не возникает, то либо докладчик говорил тихо и про себя, и никто не услышал ни одного слова, поэтому вопросов не возникло, никто ничего не понял вообще. Либо докладчик по бумажке правильные банальные вещи дочитал, которые каждому известны, которые не вызывают никаких сомнений, ни споров, и тоже вопросов не возникает. Я понимаю, что вопросов на понимание нет. Если нет, то я говорю, можно сделать два вывода. Первое, доклад не слышали, о чем говорил, ну, глухо там, микрофон, техника плохая. Либо доклад банальный настолько, что, значит, тут нечего обсуждать, нечего понимать. Непонятно, есть ли у группы позиции, есть ли какая-то, скажем, боль. Нас хотели напугать чем-то или нет? На мой взгляд, надо со знанием дела идти от себя, от своего жизненного опыта. Лучше будет, если вы будете говорить про себя, вы же приехали решать свои проблемы, двигаться лично в решении проблем, которые группа взвалила на себя. Поэтому будет лучше, если наши доклады будут более, как призывал сегодня Путин, прямыми и честными. Наш основной тезис — это энергетика будущего состоит из умных сетей. Умные сети — это... ...интернизированные сети, которые используют информационные и коммуникационные сети и технологии для сбора информации об электропроизводстве, об электропотреблении, создающие автоматически повышать активность, надежность, экономическую выгоду и также устойчивость производства распределения электроэнергии. — Правильно ли мы понимаем, что вызовы, указанные в вашем докладе, имеют внутренний характер, а не внешние вызовы, которые изучали в тематике сегодняшнего дня? — Да. Вы понимаете, что они у нас внутренние. — Вопросы есть еще? Вопросов нет? Спасибо. Переходим к обсуждению. — Хотелось бы увидеть, даже несмотря на первый день, конечно, какую-то конкретизацию. То есть вот и вызовы, и требования, как я понимаю, пока в такой, в назывной, чисто знаковой форме. То есть какие сокрыты внутри проблемы, как за них браться, какие возможны пути к стратегии решения этих проблем и так далее. Это, видимо, все в дальнейшем. Но как-то в том, что показано, этого не чувствуется, вот этой закладки на дальнейшее. — Возникает такое ощущение, что вроде перечислены вызовы, но более-менее понятные вещи, с ними можно согласиться. И хотелось бы увидеть хорошую связь прослеживающуюся, что вот есть такой вызов, соответственно, возникает следующее требование, что энергетика в ответ на этот вызов должна быть такой. В принципе, вот не хватает связи между вызовами и предложениями. — Вообще впечатление у меня декларативности доклада. — Энергетика будущего состоит из умных сетей. Откуда взялся этот тезис? — Солидария. — Что это вдруг фраза такая состоит из умных сетей? Что такое умные сети? Я вообще ничего этого не понимаю. И вдруг она состоит из этого? Я даже не знаю, что такое энергетика будущего. И пусть будет у вас всего один вызов, последний или первый, но сделайте так, чтобы мы прослезились, чтобы прочувствовали ваше горе как наше собственное. — Несмотря на первый день, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки утверждения были в тезисной форме, чтобы нечто утверждалось. — Да. То есть, прослушав сегодняшнего нашего эксперта, мы для себя сделали такие выводы. То есть первый тезис на внешний вызов, который мы увидели, это те санкции, о которых он говорил. То есть это риск ограничения поставок технологического и энергетического оборудования импортного производства. Второй вызов следующий, который мы взяли с сегодняшнего доклада эксперта, что в условиях глобальной нестабильности возрастают риски техногенных аварий в топливно-энергетическом комплексе в результате каких-то теоретических актов или военных действий. Третий вызов — это искусственное снижение цен на энергоносители с целью ослабления Российской Федерации. Четвертый вызов — это дестабилизация ситуации на Украине, которая, хочешь не хочешь, она ведет переделу энергорынков Евросоюза, Европы в целом. Можно следующий? Слайд. Озвучив вот эти вызовы, мы как бы свои требования к развитию Российской Федерации, нашей страны, мы ставили как бы вот как раз привязав к этим вызовам. Ну то есть тут целая программа, которая, но этим нужно заниматься. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Правильно я понимаю, что группа в своих рассуждениях привязывалась в основном только к энергетике? Да, вы правильно понимаете. Спасибо за вопрос. Александр Владимирович, группа «Энергетика будущего». Я хотел спросить, когда вы говорите про развитие собственных производств, церковь технического оборудования, вы это с позиции министерства говорите, что, видимо, вы должны стать для этого в условии, или вы организационно будете их создавать? Мы говорим это с позиции министерства развития энергетики, которые подозревают собой как организационные мероприятия. Переходим к суждениям. Ну вот я как-то, может, не понял, чего не знаю. Как-то не выделен, вот в поддержку того, что Саша сейчас сказал, не выделен сам статус министерства ни в вызовах, ни в требованиях. То есть, как я понимаю, как бы реципиента, субъекта приятия вызовов и, соответственно, выдвижения требований вроде бы министерства, вот как-то оно тут не проглядывается, как своего рода институт или какой-то организм. Требований к развитию России тоже много. Но мы остановились на том, что касается энергетического сектора, чем, в принципе, как бы статус министерства развития энергетики занимается. Коллеги, я хочу сделать несколько таких замечаний или пояснений, как игротехник этой группы. Поскольку, понятно, брак работы группы, это брак работы игротехника тоже. Что мы сегодня делали? Мы сегодня, мы под моим нажимом занимались самоопределением. То есть, зачем кто приехал сюда? Что кто здесь собирается делать? На это потрачена основная доля времени. А на меньшую оставшуюся часть мы работали по содержанию. Мне кажется, это вопрос принципиально важный. И дальше мы, ну я бы сказал так, мы не дошли до некоторого оформления группы. С групповой цели, с группового самоопределения. А эту работу надо бы не худо бы сделать вообще всем. Может быть, постепенно мы сможем догнать, как бы эту задачу дорешить. Кто зачем сюда приехал? Вот первый доклад у меня в этом отношении больше беспокоит, чем доклад этой группы. Поскольку здесь мы выявили, все-таки потратив время, выявили, зачем, что мы собираемся тут делать. Зачем каждому лично это нужно? Зачем каждому лично нужно сюда выходить и что-то здесь делать? Вот, поскольку не завершена работа по самоопределению, то получается у нас вообще не обоснованно, зачем вообще нужно Министерство развития энергетики. Собственно, мы этого не то, что смазали, мы этого не доделали, поэтому не видно. И Сергей называл Министерством энергетики группу. Как-то, может, оговорился и, видимо, точно оговорился. Потому что мы пока выступали как Министерство энергетики. Мы говорили про энергетику, но там один проговор был такой Министерство энергетики, без слова развития, симптоматично. Потому что пока мы, Министерство энергетики, пытаемся быть Министерством энергетики. И при этом оставаться в рамках энергетической тематики вроде бы получалось, Потому что и вызовы, которые при мне формулировались, и требования, которые были формулированы, они вроде бы в этих рамках выдержаны. Какие еще здесь нужно сделать замечания? Вот правильный был вопрос, но какой правильный? У нас вызовы, каждому вызову, вроде бы у этой группы соответствуют свое требование, которое отсюда вытекает. А воспринималось это так, значит, если у вас низкие цены, то вы собираетесь обеспечить альтернативные способы транзита там нефти, то это же придет вообще-то к удорожанию. Но на нелогичности тут же нас поймали. На самом деле на нечеткой выстроенности доклада, может быть, просто графической нечеткой выстроенности. Например, табличка, где колонка, вызов, а отсюда вытекающие требования. Пусть они даже взаимоисключающие, но хотя бы логически связаны. А логическую структуру вследствие требований из вызов группа потеряла, вследствие может быть просто оформление. Но это, понятно, наша недоработка, ошибка на будущее и нам, и всем остальным, наверное, тоже надо будет обратить на это внимание. И я предложил бы дальше группа сосредоточиться на чем-то наиболее актуальном, выбрать это и быть более тоже убедительным, значит, иллюстрировать конкретный вашей, из вашей практики. Тут много энергетика в группе сидит из вашей практики, проблематикой, которая бы показывала, что вот это вот на самом деле так и есть. Группа Дом. Тема нашего доклада – страна, семья, дом. Цель нашего доклада – показать, что семья является основополагающей силой для развития страны. Разбирая эту тему, мы пришли к такому выводу, что в принципе все наши вызовы и все наши требования можно свести в одно. Повышение заработной платы решит абсолютно все проблемы. Вы предлагаете решение всех проблем, это повышение… Да, я Елизавета Бакумова, седьмая группа, наука развития. Вы предлагаете повышение заработной платы, а в ваши последующие дни вы будете продумывать, откуда государству появятся деньги, чтобы абсолютно всем платить зарплату больше? Как вдруг окажется так, что все станут богатыми? Как это вы? Вы будете это продумывать, я просто спрашиваю или нет? Нет. Правильно ли я вас понял, что вы, когда говорили, что при выдаче дипломов о высшем образовании требуют справки с работодателями? Сегодня сама только узнала, была в шоке. Правда, услышала от трех источников. Правильно ли я понимаю, что вы все проанализировали вызовы и выставили требования, и роль вашей группы на игре именно в этом? Правильно я понимаю? Я думаю, что это только начало. Все у меня. Спасибо. Лиза, пожалуйста. Лиза, группа номер 7, наукоразвитие. На самом деле, можно комплимент сказать по поводу доклада, потому что стояли две женщины, которые вызов, и сразу же было какое-то требование. То есть нам сразу было понятно. И здорово, что все равно какие-то позитивные были в конце слова по поводу, что что делается в нашей стране. Немножко, может быть, примитивный, нам кажется, доклад этот в том смысле, что вы вышли, и вам как будто бы просто вообще ничего не нравится. Ну, не знаю, вот я работала на заводе, там, не знаю, может вас ставить, извините, пожалуйста. Но вот мы собирались за чаем, садились и говорили, мне не нравится вот это, мне не хватает денег, я долго езжу. И при этом никогда не задумывались о том, почему для нас условия должны делаться лучше, что мы сделали для страны, чтобы она нам что-то хорошее делала. И поэтому, может быть, в следующие дни подумать не просто, что нам должны, а что мы можем сделать для здоровья своей семьи и вообще для страны в целом. Ну, группа очень много просит поддержки, в то время как как будто не задумывается о том, что проблема-то может быть не в окружающей среде. То есть такая экстернальная позиция, все вокруг что-то должны. Ну, я лично ее не то что и не разделяю, и прошу группу все-таки задуматься, да не первую уже прошу, уже это прозвучало. А что вы готовы сделать, чтобы ситуация изменилась? В общем, вот. Поэтому, мне кажется, все-таки здесь вопрос идет не о деньгах, а о образовании. То есть образование, то, как мы должны выстраивать культуру взаимоотношений в семье. Вот на этом, наверное, нам сделать нужно акцент. Наня, скажи, пожалуйста, у вас мужчины в группе есть? Сколько? Один! Держись, брат! Чем вы хотели показать, что семья является основополагающей силой для развития страны? Есть вот эта логика, что, возможно, не в экономике счастья. Спасибо вам большое, что, наконец, первая группа вышла, которая нас разбудила. Которая, наконец, пошла дискуссия, пошли отношения. Понятно, отношения и несогласия, может быть, но я почувствовал облегчение. Наконец, что-то началось. Начался настоящий, серьезный, честный разговор. При этом группа вышла с потрясающей идеей. Семья является показать, что семья является основополагающей силой для развития страны. Институт семьи, главная надежда, опора семьи, страны, вернее, главный залог ее будущего процветания. Если эта цель, не этого доклада, а этой игры, то это тоже суперкруто. Если вы через семь дней нам это докажете, тем более, что девушки сказали, еще не вечер, мы еще там разберемся с этими вопросами, это меня тоже вселяет надежду. Но мне кажется, вот это вот уже заявка, это уже доклад. Мы, группа, определились, что мы вот это будем делать. И все, конец доклада. И тогда бурные аплодисменты, нескончаемые, стоя, долго, без всяких вопросов, потому что это же подвиг, который вам предстоит совершить. Как вы это сделаете, я не знаю. Наша немногочисленная группа общественной организации решила... Вот весь состав нашей группы. При встрече мы выяснили, что мы как раз таки являемся непосредственными представителями общественных организаций, правда, немного других, о которых мы сегодня будем говорить. Итак, значит, общественная организация – это некоммерческое объединение инициативных граждан, созданное для защиты и представления интересов определенной группы людей. Ну, здесь более развернутого и простого определения не дать. Спасибо за доклад, спасибо за ваш большой опыт организаций. Хотелось бы, наверное, пожелание, чтобы на будущей неделе... Я считаю, что различных тех же самых организаций по поводу здорового образа жизни или, не знаю, выходные бесплатно устроить какие-то соревнования во дворе, их очень много. Хотелось бы появление каких-то общественных организаций, действительно, как в 20-х годах. Может быть, конечно, не так масштабно, но чтобы они не просто решали какие-то, может быть, такие проблемы. Такие проблемы уже решаются, я считаю, как здоровье и ЗОЖ. Они, правда, уже решаются, и даже молодежь считает, что здоровый образ жизни – это классно. А какие-нибудь уже вопросы о стране, например, не знаю, вот про товары, про то, как мы относимся сами вообще к России, как мы ее любим, не любим, вообще про жизнь, какие-то глобальные вопросы нашей страны, даже про энергетику. Что-то такое, может быть, решать. Потому что не все, мне кажется, в государстве, возможно, в смысле каким-то министерством додумываться. И с помощью как раз общественных организаций мы можем сделать нашу страну лучше, мне кажется. Во-первых, мне доклад очень понравился, потому что представляли его люди, которые действительно практически занимаются тем, о чем говорят. Другое дело, что вот пошли вопросы, я присоединяюсь тоже к этим вопросам, что те результаты, которые получаются, никто не будет оспаривать, что это хорошо. Но вот тема дня, требования к развитию страны, то есть все-таки вот это, как бы, встал ли такой вопрос перед группой, как вот отношение к этому вопросу, а именно к отношению, к взаимоотношению общественных организаций и проблем развития страны. И что в этом плане могут общественные организации. То есть о следующем уровне и следующем, как бы, формате масштаба задач, которые ставят перед собой общественные организации. То есть они, в принципе, способны это, как бы, потянуть, и нужно им это, или не нужно. А то, что уже есть действующие общественные организации, они способны ставить те задачи, которые они ставят перед собой, и решать их, это здорово. Но вот возможно ли расширять спектр вот этот вот действий, действенности и значимости? Здесь вышли, мы сегодня увидели, общественных деятелей. То есть люди, которые занимаются этим делом, они попали в группу общественной организации. Их там вот двое вроде пока, нет, трое, я вижу, еще одна там девушка присоединилась. Малочисленная группа, но группа вот наиболее настоящая и действенная, потому что они делают свое дело. И здесь они на игре, я надеюсь, тоже будут делать свое дело. Очень хотелось бы, чтобы это дело получилось, и очень хочется, чтобы мы все им помогли, в том числе, может быть, и кадровыми ресурсами. Потому что мне кажется, что многие из нас еще не самоопределились, в ту ли группу они попали. А есть многочисленные группы, где вообще трудно дождаться, когда тебе дадут слово, а иногда дожидается человек, а ему и сказать нечего. Может быть, ваше место тоже тут, может, ваше призвание в общественной деятельности, подумайте. Группа очень интересная и обнадеживающая, что у нас здесь будет какой-то продвижка, может быть, даже прорыв. На что хотел бы обратить внимание? Вот группа как раз Министерства развития энергетики выделила вызовы и соответствующие, главные для страны, вызовы и требования к развитию страны, которые считала главными, хотя, может быть, требования к развитию энергетики, но хотелось бы, чтобы сегодня мы говорили про требования к развитию страны. Но, которые, во всяком случае, я так понял, группу, группа берет и их ставит перед собой как свои задачи, и завтра будут заниматься именно этими группами, этими задачами. Не кому-то, вот как группа, скажем, дом, да вот, и вот нам, пожалуйста, обеспечьте. Я надеюсь, что группа дом тоже для себя перед собой поставит свои задачи и будет их решать. В содержании группа дом провалилась, ну, как в хотелке, или там, что там называли, да? Вот. А как раз группа общественных организаций в содержании показала как раз, что они, собственно, это и делают. То есть, я так понимаю, что здесь нужно просто в названии или в цели группы поправить аналогично, да, потому что вы это, собственно, и сказали. По сути, вы и сказали, только здесь оформлено неверно, что именно от общественных организаций очень во многом зависит развитие страны.